Мы продолжаем цикл сюжетов, посвященных 70-летию победы в Великой Отечественной войне. Сегодня рассказ о тех, чьи родственники сражались за нашу землю. Депутат городского собрания Ольга Пахомова с гордостью вспоминает своего деда, Владимира Александровича Орлова, который в годы войны был летчиком истребителя, громившего врага на Курской дуге. Их восемь, нас двое, расклад перед боем не наш, но мы будем играть. Сережа, держись, нам не светит с тобою, но козыри надо равнять. Я этот небесный квадрат не покину. Почетный гражданин НАУ Федор Филиппов вспоминает своего земляка, фронтовика, благодаря которому он, не желавший в свое время учиться, все же пошел в школу и получил образование, что в дальнейшем вывело его на широкую дорогу общественной и политической жизни. Это оказался Гензинов Илья Иванович. Федор говорит, пойдем завтра в школу. Костлях, это 46-й год, он очень долго в госпитале лежал. Я говорю, не пойду, мне хорошо, трудно не платят, так что, молоко есть, скотником работаешь. А тогда было 149 куров в колхозе, двойных куров только. Пойдем, увидишь, у меня бляха-то, говорит, какая, я тебя возьму, да и настигаю. Я у тебя, говорит, отца знал хорошо, мать знала, деда знал тальбомы, там же дед у меня, Дмитрий, похоронен. А я, говорит, из Азового Умата пешком ходил, туда семилетку, хоть и закончил, в той школе, в которой отец у тебя построил. А судьба, значит, такая, мы вместе с ним кончили, потом экономический факультет Пушкина и высшая партийная школа при ЦК партии. Депутат окружного собрания Сергей Коткин вспоминает своего деда, дошедшего до Берлина, и дедьев из могучего рода Коткиных, которые воспитывались в многодетной семье из 14 человек и в свое время ушли защищать родину. Одиннадцать ушел на фронт, одна сестра. Последний был вот Арсений, тот юнгый был уже. А и тетушка Анна ушла, тоже медаль у нее есть. Восемь вернулась, трое пропало без вести. Это редчайший случай в истории Отечественной войны, когда не вернулось только трое. Отец зашел до Берлина, брал Рейхстаг, был контужен при взятии Рейхстага. Потом еще полгода был в Берлине, главливал там бандитов, фашистов еще. А спортивный тренер Маргарита Ордеева всегда только добрыми словами вспоминает своего свекра, орденоносца и участника Курской битвы Федора Ордеева. Он в нашей семье был, конечно, осью, скажем так. Все, что не делалось, как он скажет, так оно и есть. Не жестко, а вот именно понимали, что он прав во всех отношениях, что бы то ни было. И его, естественно, любила не только я, любили еще и внучата, потому что воспоминания очень теплые и хорошие. Дед для них это святое. На 9 мая Саша всегда чистил все ордена, но он очень не любил рассказывать, потому что это тяжелые времена, но рассказывал. Рассказывал периодически, когда девчонки его еще просят, надо было писать сочинение или там еще что-то, рассказ про деда. Тогда он делился, что-то он Курскую прошел, контуженный был. Его отправили в Казахстан лечиться в госпиталь. И его там научили есть дыни. И поэтому мы с отпуска всегда перевозили дыни. И когда я покупаю дыни, допустим, мои девчонки говорят, дыня деда. Илья Сахаров, Андрей Чуклин, Телеканал Север.